Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас необычный гость. Его зовут Сергей Дюпин, а он является физиогномистом. Здравствуйте, Сергей! Добрый день! Рада видеть тебя у нас в студии. Спасибо, что пришёл. Расскажи, пожалуйста, о своей специализации. Что это? Чем ты занимаешься? Пока это можно назвать хобби, но скоро это, возможно, станет профессией. На данный момент физиогномика не является наукой, поэтому её широко не применяют. И применять, в принципе, тяжело только из-за того, что статус науки пока не имеет физиогномика. Причём, если говорить о сферах, где это применяется, то это подбор персонала, подбор пар, выявление каких-то склонностей к криминалу, к склонностей воровства, убийства, можно определять насильников, маньяков и так далее. То есть, по сути, физиогномика на данный момент является для меня такой определённый бронежилет на войне жизни, скажем так. Ну, определения такие, конечно, громкие. А вообще эта популярность сейчас пользуется, то есть твои услуги? Да. Часто обращаются руководители предприятий. Недавно обратился директор одной фирмы. Он подбирал персонал и отправил мне несколько фотографий, на что ему делали описание данных людей. И один человек, ему очень понравилось, который хотел взять на работу, я ему сказал, что это не стоит, потому что сильная склонность к криминалу, к недоведению дела до конца и так далее. Он говорит, ну нет, ерунда твоя физиогномика, в общем, сейчас я этого человека буду брать. Я говорю, хорошо, ввожу его имя, фамилию в базе судебных приставов. У человека многомиллионные долги, то есть больше ста миллионов, по-моему, долгов. То есть, соответственно, он передумал его брать на работу. То есть, совпадаемость такая, серьёзная. Ну, да, да. Можно определять. Разное. Здоровье также. Пока я это только исследую, но уже состояние позвоночника чётко определяю, в каком месте либо защемление, либо ещё что-то. Состояние желудка можно определить, почки. То есть, и уже просто рекомендовать человеку пойти обратиться к конкретному специалисту. Дальше, чтобы уже обследоваться. Ну, ты вот преподаёшь свой род деятельности? То есть, у тебя есть какие-то ученики или ты сам ещё учишься пока? Я учусь постоянно. Я отрабатываю какие-то, узнаю новые какие-то факты из характера и сопоставляю их с лицом. Ну, где-то на нескольких тысячах проверяю. Если большинство из этих, из этой тысячной аудитории совпадает, тогда я себе делаю пометку и уже дальше. А учиться, да. Учатся разные люди, и специалисты HR, и просто люди, которым важно работать с людьми, и чтобы по первому взгляду можно было определить, кто перед тобой находится. То есть, это основное. У нас в регионе вообще это популярно, или же ты где-то больше в столице трудишься? Сейчас Москва, да. Там значительно больше людей, но обращаются и с Рязани, и с других городов. Одна девушка, у меня знакомая, учится. Она живёт в Китае. То есть... В Китае это вообще актуально? Это актуально. Это действует на всех. Это можно негроидный раз, китайцев. Единственное, что у китайцев из-за разреза глаз нужно немножко корректировать. Потому что, если у европейцев, допустим, веки определенной формы обозначают закрытость от мира и закрытость от людей вообще, то у китайцев большинство есть этот признак. Ну, просто некоторая корректировка на рацию идёт. А в общем и целом, то есть я делал описание, она переводила на китайский язык, и люди там были шокированы. Серёж, ну, рядом с тобой наверняка бок о бок идёт множество людей по жизни, да? Вот после того, как ты начал получать такую интересную практику, отсеивались эти люди? Ну, я бы не сказал, что отсеивались. Друзья, которые у меня много лет, они и так и остаются моими друзьями. У всех есть свои недостатки. То есть лицо – это не показатель уже? Ну, это… Я и так всё о них знаю, то есть нужно просто принимать это. А новые люди, да, отсеиваются. Причём я считаю, что это хорошо. Потому что не тратишь своё время, жизнь у нас, она короткая, вот, и тратить её лучше на позитивных людей, и на тех, которые могут тебя куда-то вести, может быть, за собой там и так далее. Вот, да. С новыми людьми это работает. Ну, и опять же, я говорю, в качестве безопасности. У меня уже, не знаю, можно назвать это паранойя, но один раз я выходил из вагона метро, то есть там конкретно террористка ехала. То есть из-за такой степени. Да, да, да. После этого никаких сообщений не поступало, просто всё спокойно прошло? Ну, это не факт, что она прямо именно сегодня там что-то взорвёт, но очень сильная управляемость, да, склонность ко всем этим криминальным вещам. То есть, ну, на лицо. И лицо, опять же, его не спрячешь. Если хироманты… Я не очень, кстати, вот видел, как это работает, но, возможно, специалисты данные есть. И тут закрыл руку, всё. То есть, уже ничего не видит. А лицо-то не спрячешь, ну, кроме как за паранжой. И то даже по глазам можно кое-что определить. Я умею вот так лицо скрючивать. А форма не изменится. Тяжело даже пластикой изменить форму челюсти. То есть, а это основное. Шея и челюсть являются основой. Ну, так как это работает примерно? Вот, ну, покажи что-то там по глазам, по ушам, по скулам. Да. Ну, вообще, шея – это показывает скорость жизни. Чем длиннейшая, тем быстрее человек принимает решения, как-то действует и так далее. Короткая шея – это больше основательные люди. То есть, это не торопясь. Ну, можно посмотреть на коллегах, на своих, на друзьях. То есть, шея – это показатель скорости. Вот, и дальше уже идёт челюсть. Это, она либо будет узкая, либо широкая. Ну, соответственно, уже от этого можно плясать. То есть, также это и обосновательность. Там огромное количество признаков. И, опять же, нужно смотреть всегда комплекс признаков. То есть, мы пробовали с моим коллегой дорисовывать обратный портрет из просто куска носа. То есть, вот мы вырезали из лица кусок носа и достраивали остальное лицо. То есть, и получилось, что где-то 23 признака точно. Причём даже искривление лица, там ещё что-то. А... и были неточности. Потому что всё-таки вот по одному элементу нельзя судить полностью там о человеке. Поэтому смотрю в комплексе, мне часто присылают фотографии, просят сделать анализ. Но присылают какую-нибудь фотку, где человек очень далеко, в группе людей. Волосы закрывают лицо. Я прошу переделать фотки и уже присылать с убранными назад волосами. Фас и профиль. Тогда уже можно более конкретно, чтобы не ошибиться и сделать правильный анализ. Угу. Друзьям помогаешь? Регулярно. Надоели, наверное. Ну, не то, чтобы надоели. Да нет. Ну да, надоели. Нет, нет. Стараюсь помочь всем, кто просит. Потому что, ну, это облегчает жизнь. Облегчает жизнь. Угу. Ну, поделись планами, Серёж. Планы? Всё-таки сделать это наукой. И как-то уже применять. Потому что психология до 19 века также не являлась наукой. И считалось, что это так развлечение. Ну, поскольку система данная работает, то нужно обязательно её воплощать в жизнь и уже как-то фиксировать, либо патентовать, либо просто переводить в раздел какой-нибудь части психологии, возможно, или какой-то социологии, возможно. Потому что с помощью физиогномики можно определить склонность человека, в какой сфере ему лучше работать, допустим. Иногда часто сидеют виски здесь. Это может быть, ну, по нескольким причинам. Но одна из причин – это то, что человек находится не на своём месте. То, что он работает, но работа его угнетает, не приносит ему удовольствия. Вот. Если говорить, допустим, о бухгалтерах, то в основном это люди с короткой шеей и с большим двойным подбородком. То есть это лучшие бухгалтеры, которые умеют копить, считать, обращаться с деньгами. То есть для них именно какая-то скрупулёзность – это их. Соответственно, человек с длинной шеей, с узкой челюстью будет тяжело работать именно с бумажками, с финансами и так далее. Потому что у него другие, другая спецификация будет лучше проявлена. Поэтому часто ко мне обращаются люди, что хочу сменить сферу. Конечно, потому что ты сидишь не на своём месте. Девушка обращалась, она как раз вот занималась бухгалтерией, там, ну, очень много энергии съедала, потому что это не её. Ну, вот я ей порекомендовал сменить работу, она сменила. И сейчас всё пишет, спасибо. Я на этом очень сильно облегчила ей жизнь. До такой степени. Но это, кстати, вот это вот основание. Работа – это основание жизни. И здесь нужно делать, конечно, правильные приоритеты, расставлять их. Да, потому что времени очень много тратится на работе. Да. Я на своём месте? Да. Слава Богу. Серёж, спасибо, что пришёл к нам. Сергей Дюпин у нас был в гостях сегодня. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами увидимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова